Привет, друзья! С вами Мистер Бритва. И сегодня в моём исполнении вы увидите очередную порцию распаковки, увидите очередные новинки. Сегодня поделюсь с вами всем тем, что приехало в мою скромную коллекцию, и покажу всё то, что будем испытывать в ближайших видеороликах по бритью. Если вы готовы, давайте начинать. Работы у нас сегодня немного, приехало мне продукции не так уж и много, но тем не менее, хочу о ней вкратце рассказать, чтобы не тратить ни ваше время, ни своё. Много я говорил в недавнем видеообзоре на продукцию Могна от всемирно известного португальского концерна Акбритта. Много говорил и про сам Крем, и про концерн, и рассказывал вам о том, что это популярный концерн, который работает уже на рынке не первую сотню лет. В состав концерна входят много различных компаний. У этих компаний есть много интересной продукции, начиная от недорогого спектра различных товаров, и заканчивая премиальными линейками и брендами класса люкс. Вот о люксовой линейке сегодня хочу с вами побеседовать, хочу поделиться с вами своими покупками в данной сфере, и хочу вам показать всё то, что будет в ближайших видеообзорах, и о чём мы с вами будем беседовать. Начну с свой скромный рассказ вот такого вот мыла. Это обычное туалетное мыло компании Клаус Порта, которое называется Музгарел. Да, ребят, Клаус Порта входит в состав Акбритта, и изготавливается продукция на территории Португалии, насколько я знаю, с 1936 года. По сей день компания пользуется популярностью, по сей день Музгарел не сходит с уст людей, кто об этом знает, кто этим пользуется. В общем, в сети очень много хвалебных отзывов, в сети очень много полезной информации, там чуть ли не научные труды, популярная литература. В общем, буду тестировать, буду смотреть, буду пробовать, и буду сравнивать это мыло с тем детским мылом, который я не так давно показывал, и который я использую для умывания перед бритьем. Это туалетное мыло также буду использовать только для умывания лица перед бритьем. Интересно сравнить продукт премиум класса с обычным детским мылом из магазина шаговой доступности, и посмотреть, насколько разница там в несколько раз в цене будет отображаться и сказываться на рабочих моментах. В общем, что касается внешнего вида. Это обычная картонная упаковка, указывается клаус-порта, указывается мусс-горел, указывается, что аромат это спайс и цитрус, или пряный цитрус, если выражаться проще. Снизу идут различные величины массы, то есть указывается масса в граммах, 160 грамм, и указывается та же самая величина, но уже в унциях. В унциях это 5,6 унций, если верить производителю. С обратной стороны идет указание состава и идут реквизиты компании с перечислением, опять-таки, Акбрита, с указанием клаус-порта, с указанием мусс-горел, везде идет указание сайтов, указание того, что это сделано на территории Португалии. Плюсом добавляется штрих-код, и добавляется максимальный срок гарантированной эффективности, который производитель обозначил в 12 месяцев ровно. Интересный, ребят, продукт, очень много положительного в сети. Насколько я знаю, там японцы очень сильно любят эту продукцию, сходят с ума, и там некоторые из них даже становятся лупоглазыми после использования данных аксессуаров по прямому назначению. Не знаю, ребят, правда, в сети читаешь отзывы, там прям столько хвалебных отзывов, столько отзывов, столько различных положительных моментов, что я не удержался, и купил еще одно мыло. Тоже клаус-порта, тоже мусс-горел, но уже с другим ароматом. В принципе, оформление то же самое. То есть указывается клаус-порта, мусс-горел, указывается масса, в различных единицах измерения указывается аромат. То есть если у предыдущего экземпляра аромат был спайс и цитрус, то есть это пряный цитрус, то зеленая линейка это обычная классическая парфюмированная линейка с очень необычным, но при этом брутальным мужским ароматом. Посмотрим, ребят, на аромат. При пользовании в сухом состоянии мне аромат очень нравится, и искренне верю, что сумею с ним подружиться, потому что я сторонник таких ароматов. Это что-то винтажное, это что-то такое сложное и интересное, и думаю, что ароматом разочарован не буду. С обратной стороны все то же самое, состав, реквизиты компании, штрих-код, в общем, сайты, все, что я уже перечислял, поэтому информация здесь не новая, и ничего сверхъестественного я вам, разумеется, не расскажу, потому что оформление здесь у них один в один. Мыло интересное, мыло большое, 160 грамм, но думаю, что если использовать мыло только для умывания перед бритьем, такого куска оно хватит точно на полгода, а то и больше. Мыло очень твердое, мыло очень запашистое, мыло душистое, мыло дорогое, в общем, не знаю, ребят, но я жду от этого мыла как минимум очень высоких характеристик, и если производитель так сильно завысил планку, то относиться к этой продукции также буду с очень большим, так скажем, пристрастием, и тестировать буду ее и в хвост, и в гриву, чтобы расставить все точки там, где их нужно расставить. Ну и сами понимаете, что какая хорошая закупка обойдется без каких-нибудь косметических бритвенных аксессуаров, вкусняшек, в общем, у меня тема канала не мыло для умывания перед бритьем, а сама тема бритья, поэтому бритвенные аксессуары, разумеется, я обойти без внимания не мог. Обойти стороной, точнее, не смог, оставить без внимания также не смог, поэтому, ну, встречайте, крем для бритья Мусгорел, тоже классическая линейка, тоже достаточно простая в оформлении упаковка, указывается масса продукта, указывается вообще, что это за продукт, то есть крем для бритья, указывается, что это классический аромат, и больше никакой полезной информации на лицевой стороне нет. По бокам информации никакой нет, а вот сзади указывается, тоже довольно банальная и довольно простая информация. Это способ применения, это состав продукта, это реквизиты компании-изготовителя, масса 100 грамм, и вот такой интересный штрих-код, который, видимо, служит для того, чтобы все это дело пробивать в той стороне, где это производится. Изготовлено на территории Португалии, указывается на двух языках, что это крем для бритья, и указывается способ применения. В составе крема есть много всего полезного, в составе натуральные компоненты, ингредиенты, а также в составе чертовски полезной для нашей с вами кожи ланолин и глицерин. Собственно говоря, из-за ланолина этот продукт и привлек мое внимание. Ланолин также был в креме Могна, поэтому я решил, что ланолина много не бывает, и с учетом надвигающейся зимы и холодов, лишний уход моей коже при бритье и после бритья точно не помешает. Вот такой, ребят, интересный продукт, очень сильно блестит все это дело, видимо, на камеру, за счет вот такой вот упаковки, вот такой вот пленки, которая все это дело герметично запечатывает. К слову сказать, продукция Могна поставляется в точно такой же по размерам и габаритам коробке, здесь все один в один, за исключением наличия вот этой вот пленки. Ну, Могна стоит что-то в районе 8 евро, Музга сейчас стоит в районе 20 евро, поэтому, ну, если бы здесь не было пленки, то я бы не понял, за что я переплатил. Вот, собственно говоря, и все, но это не все, ребят, потому что мыло 2, ну и крема должно быть 2 в пару к каждому мылу. Второй крем для бритья из серии Spice & Citrus, здесь ничего нового, это пряный цитрус. Надеюсь, что пряности и в креме для бритья, и в мыле туалетном, искренне верю, что эти пряности будут очень сильно походить на те пряности, которые есть в рыжих флойдах, и искренне верю, что это будет такая хорошая, интересная винтажная композиция с наличием цитруса в составе. Собственно говоря, коробка точно такая же, как и у предыдущего крема, способ применения на английском и португальском, состав, реквизиты компании, максимальный срок гарантированной эффективности, сайты, заводы изготовителя, и вот такой вот штрих-код. Интересной особенностью крема является его гарантированный срок эффективности. У вот этого крема, Могна, гарантированный срок эффективности 12 месяцев, у Муз Гарел, гарантированный срок эффективности всего 6 месяцев. Поэтому при наличии двух тюбиков, ну и при наличии большого ассортимента бритвенных принадлежностей, я понимаю, что в 6 месяцев я точно не уложусь, и даже становится немного страшно, что же будет спустя эти 6 месяцев. В общем, ребят, кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Кому видео не понравилось, пишите в комментариях, почему не понравилось, ну и собственно говоря, также делитесь видео с друзьями, возможно им понравится, а может быть им тоже это не понравится. Вот такая небольшая была распаковка, я думаю, что это интересная продукция, я думаю, что с учетом ценника это будет интересный опыт, я думаю, что португальцы на моем канале еще не светились, и пора бы в эту тему как можно глубже взять и удариться, потому что в Португалии много действительно интересной продукции, все ее хвалят, а я как-то это все дело в свое время обошел стороной, ну и сейчас решил наверстать упущенное. В общем, ребят, распаковка была небольшой, но на мой взгляд интересной, пишите комментарии, задавайте вопросы, ну и если вам не все равно, напишите, пожалуйста, какой из этих кремов вы бы хотели увидеть на обзоре в первую очередь. Те, соответственно, кто напишут по кремам, я буду из этих голосов выбирать, сколько в пользу красного, сколько в пользу зеленого, ну и исходя из этого пущу на обзор в первую очередь либо красный, ну и либо, соответственно, зеленый. Все, ребят, затягивать видео больше не буду, вас отвлекать не буду, до новых встреч, до новых процедур бритья и распаковок. С вами был мистер Бритва. Пока, пока.